В рамках Пятого международного литературного фестиваля имени Максима Горького в Центральной библиотеке Городца высадился настоящий литературный десант. Поэты, прозаики и сценаристы из России, а также Италии. Они увлеченно рассказывали о своей жизни и о том, как работали над своими произведениями. В прошлом работник уголовного розыска, литератор из Санкт-Петербурга Генрих Кранц поделился тем, как он сочиняет стихи, детские повести, прозу для взрослых и даже сценарий известного сериала. Сюжеты последующие, которые я писал в телесериале «Улица разбитых фонарей», я все брал практически из жизни, потому что таких ситуаций очень много. Даже, допустим, ты проработал месяц, у тебя хватит материала на очень много, потому что постоянно случаются какие-то ты слышишь, ты видишь, ты читаешь, ты какие-то агентурные записки прочитываешь, все очень много всего. Поэтому для сценариста, который пишет детективы, работа на земле, как говорится, это очень полезная вещь. Она дает им возможность познать всю эту работу от корней. С интересом слушали участники встречи и писательницу, ведущую радиопередачу «Москвичку» Елену Черникову, которая поведала увлекательную историю создания повести о знаменитом советском артисте Олеге Ефремове. Одним из приятных моментов ее выступления стало вручение этой книге городчанке Марине Ворониной за победу во всероссийском конкурсе «Две ладони», председателем жюри которого была эта гостья из Москвы. Немало запоминающихся эпизодов было и в презентации члена Союза писателей России, сценариста и переводчицы Светланы Волковой. Литература – это для меня как воздух. Я стараюсь писать каждый день. Это небесный Wi-Fi. Вот он есть, ты подсоединяешься, садишься, пишешь. Если ты что-то себе запрограммировал, что сейчас станок, оно не пойдет. Но дисциплина все-таки, наверное, должна быть, потому что нет иного способа написать книгу, как сесть и ее написать. Было очень приятно и полезно еще раз встретиться с литературным десантом. Уже не первый год замечательные вещи рассказывают. И так искренне. Настолько интересно, настолько много мы узнаем об этих интересных, прежде всего, личностях, а потом уже о продуктах их деятельности, если можно так выразиться. Мне, например, очень интересно. Два с лишним часа в обществе литераторов пролетели как одно мгновение. Рассказы о творчестве, декламации стихов, мысли о важности чтения, настоящем и будущем литературы. Все это оставило незабываемые впечатления у всех участников встречи и желание увидеть литературный десант в городце снова.